Обсуждаем с вами вопросы, связанные с потенциальностью электростатического поля. Мы обсудим такие понятия, как потенциал и разность потенциалов, сформулируем теорему о циркуляции в электростатическом поле, ну и в конце поговорим о потенциале точечного диполя. Итак, первый шаг. Консервативность электростатического поля. Вспоминаем, о чем идет речь. Есть некоторое электрическое поле Е, и есть точечный зарядик. И вот этот точечный зарядик перемещается по некоторой траектории. Тогда в этом электрическом поле у нас совершается работа при перемещении зарядки. То есть вот Q, небольшое перемещение DL, и на этот зарядик действует сила со стороны электростатического поля. Тогда записываем работу, DA, это есть F на DL, или вспоминая определение поля Е, получаем следующее выражение. Ну и вот теперь давайте сделаем не просто траекторию, по которой двигается заряд, а сделаем именно замкнутую траекторию, то есть замкнутый контур. Смотрим. Опять же, поле Е, но теперь заряд двигается именно по замкнутому контуру. Дальше мы опять же выбираем некоторый небольшой участок траектории, вот этот векторочек DL. Здесь на заряд действует поле Е, и тогда мы можем сказать следующее, что электростатическое поле консервативно, и циркуляция электростатического поля, то есть вот такая вот величина, она должна обратиться в ноль. Давайте еще раз сформулируем. Итак, первое утверждение. Электростатическое поле консервативно, то есть работа по перемещению заряда по любому замкнутому контуру равна нулю, или на языке циркуляции мы говорим следующее. Циркуляция электростатического поля равна нулю. Смотрим дальше. Продолжаем обсуждать консервативность электростатического поля, и давайте докажем теорему о циркуляции, то есть докажем, что электростатическое поле действительно консервативно. И в качестве первого шага возьмем единичный заряд, то есть вот такой вот заряди Q, обычное поле электростатическое, такой вот ежик, и в этом поле мы перемещаем по некоторой траектории точечный заряд. Что мы видим? Для того, чтобы нам удобно было посчитать работу, давайте как бы разобьем все пространство вот на такие вот окружности, значит, и выберем определенный участок траектории, вот такой вот небольшой, между двумя близкими окружностями, то есть окружность радиуса R и расстояние между окружностями, такой шаг следующий, это DR. И давайте чуть более пристально рассмотрим именно вот этот кусочек траектории. Что мы здесь видим? У нас есть перемещение вектор DL и есть составляющая между окружностями вектор DR. И как раз по направлению радиус вектора R у нас направлено электрическое поле. Давайте посмотрим, что можно написать в этом случае. Записываем E умножить на DL, то есть фактически работу по перемещению единичного заряда. Пользуемся тем, что поле нам известно, это точечный заряд, поэтому поле точечного заряда это Q разделить на R в квадрате, ну или в векторном виде это выглядит вот так. Тогда небольшие преобразования, и нам нужно проинтегрировать по всей траектории, от некоторого начального положения до некоторого конечного положения. Что мы с вами и делаем. Берем вот такой вот интеграл и получаем, что работа при перемещении от точки 1 до точки 2 зависит только от начального и конечного положений, но не зависит от способа, которым мы совершили такой переход. Что это значит? Это значит, что если у нас точки R2 и R1, радиус вектора, совпадают, то у нас, вообще говоря, работа равна нулю. То есть если мы берем замкнутый контур, то у нас циркуляция по такому контуру равна нулю. То есть фактически, если у нас именно точечный заряд, тогда консервативность поля точечного заряда мы только что с вами доказали. Смотрим теперь на произвольную систему зарядов. Ну, вообще говоря, здесь и рассуждать особо нечего. Мы просто говорим, что верен принцип суперпозиции. Любую систему зарядов мы представляем как суперпозицию точечных зарядов, и тогда, если для каждого слагаемого верно, что поле точечного заряда консервативно, то и для суммы точечных зарядов у нас поле тоже будет консервативно. То есть у нас верна для электростатического поля вот такая вот теорема о циркуляции. Итак, посмотрим, что нам позволяет сказать теорема о циркуляции. Какое новое понятие можно ввести, исходя из того, что электростатическое поле консервативно? Значит, оказывается, мы теперь можем ввести понятие потенциала, Дело в том, что работа при перемещении из некоторой выбранной нашей любимой нулевой точки в некоторую точку А не зависит от способа перемещения. То есть вот этот вот интеграл зависит только от начальной точки и конечной. Тогда вот эту вот работу, ну или вклад в циркуляцию, мы называем потенциалом. То есть здесь записана работа по перемещению единичного заряда из нулевой точки в точку А. Тогда мы можем ввести еще и разность потенциалов между точкой А и точкой Б. Ну, собственно, вот таким вот образом. Снова вспоминаем нашу ситуацию. Есть некоторое электрическое поле. В этом электрическом поле двигается заряд. И вот данный кусочек траектории, это векторочек DL. Ну и на заряд действует сила F. Тогда мы можем сказать, что E на DL, это есть разность потенциалов в начальной точке, вот в этой вот, и конечной. Тогда, значит, E на DL мы можем записать в виде Dφ, разности потенциалов. И давайте обратим внимание на то, что такое величина Dφ. Вот здесь вот это, так сказать, представлено выражение. Тогда, если мы вспомним, что вектор DL имеет координаты dx, dy, dz, и ведем некоторый вспомогательный вектор, который мы назовем градиент φ, и который имеет координаты dφ по dx, dφ по dy и dφ по dz, то тогда, очевидно, вот из данного выражения мы получаем вот такое утверждение. dφ, это есть градиент на dl, или E на dl, есть минус градиент φ на dl. Отсюда мы получаем связь между электрическим полем и потенциалом в данной точке пространства. То есть получаем локальную связь между потенциалом и электрическим полем. E равняется минус градиент φ. Итак, интегральная форма записи вот такая вот. φA есть интеграл от E по dl, и дифференциальная форма, которая более удобна, это E на... равняется минус градиент φ. Давайте еще немного поговорим о теореме о циркуляции. Мы записали ее в интегральной форме. То есть вот в таком вот виде. Но на самом деле гораздо удобнее пользоваться дифференциальной или локальной формой. То есть когда нам не нужно знать все распределение электрического поля вдоль контура L, а достаточно рассмотреть только локальную некоторую область. И вот для того, чтобы перейти от интегральной теоремы к дифференциальной форме записи, нам понадобится теорема Stokes, которая выглядит вот таким вот образом. Если есть некоторый вектор А, то циркуляция вектора А по замкнутому контуру L – это есть ротор А на вектор DS и вот интеграл по площади. О чем идет речь? Если у нас есть какой-то контур, вот такой вот кружочек, то этот контур ограничивает некоторую площадь S. Соответственно, тогда, проводя нормаль к этой вот площадочке, мы можем сформулировать, что такое вектор DS. Это такой вектор, который направлен по нормали, а величина его равна, собственно, вот этой площадочке DS. И теперь, если мы обсуждаем какой-нибудь произвольный контур, то этот контур замкнутый ограничивает некоторую площадь. То есть вот на этот контур может быть натянута некоторая поверхность. И, соответственно, если мы разобьем эту поверхность на вот такие вот маленькие площадочки DS, тогда мы сможем выполнить суммирование по вот этим маленьким площадочкам и взять вот такой вот интеграл. В результате мы получаем следующее, что у нас есть с одной стороны теорема от циркуляции, вот такая вот интегральная. И, пользуясь теоремой Стокса, мы можем записать фактически следующее, что E на DL равняется нулю. Но с другой стороны мы можем написать, что ротор E на DS равняется нулю. И отсюда фактически мы получаем вот такое вот утверждение, что ротор E есть 0. Это дифференциальная форма теоремы от циркуляции. Значит, чем она удобна? Удобна тем, что мы знаем только локальные параметры. То есть нам нужно знать поле E не во всем пространстве, а только в данной конкретной точке. Ну и в заключение я хотел бы напомнить вам, что такое ротор. Значит, это вот такая вот величина. Она может быть вычислена при помощи, например, вот такого определителя. Здесь вот представлены соответствующие выражения. Теперь давайте обсудим конкретный пример. Давайте поговорим про потенциал точечного диполя. Итак, я напоминаю, что такое точечный диполь. Это зарядик минус, зарядик плюс и вектор, который их соединяет. То есть расстояние между минус Q и плюс Q равно L. И этот вектор направлен от минус Q к плюс Q. Значит, тогда величина P, равная Q на L, называется дипольным моментом. Значит, и наша задача с вами посчитать потенциал от вот такого вот диполя в некоторой точке A. Сразу хочу сказать, что мы, конечно, сейчас сможем с вами записать формулу для произвольного случая, но наибольший интерес представляет точечный диполь. Точечный диполь – это следующая ситуация. У нас расстояние от штоку O1, то есть от минус Q и плюс Q до точки A, много больше, чем размер, собственно говоря, вот этого диполя. Ну и так, давайте посчитаем потенциал поля, создаваемого точечным диполем, вот в этой самой точке A. Итак, записываем формулу, пользуемся принципом суперпозиции. Потенциал в точке A – это есть потенциал от зарядика плюс, плюс потенциал от зарядика минус. Пользуемся выражением для потенциала точечного заряда, вот оно перед вами, и получаем вот такое соотношение. Теперь давайте немножечко внимательнее посмотрим на то, что такое R1 и R2, как они связаны друг с другом. Очевидно, векторное равенство вот такое вот. Тогда, возводя его в квадрат, мы получаем связь между R2, ну и R1, и вот, собственно говоря, величиной этого диполя. Тогда давайте учтем, диполь точечный, то есть у нас можно в этом выражении пренебречь L2 по сравнению, L2 по сравнению с другими слагаемыми. И напоминаю, что это мы можем сделать из-за того, что и R1, и R2 – это большие величины по сравнению с L. Тогда наше выражение приобретает вот такой вот вид. Раскладываем в ряд Тейлора и получаем вот окончательное выражение такое. Дальше вспоминаем, что речь шла именно о потенциале в точке А, и тогда выражение, написанное выше, приобретает уже такой вот вид. Теперь вспоминаем, что такое L косинус альфа. Ведь у нас есть радиус-вектор, ну, например, R1, и есть вектор L. Значит, L косинус альфа – это фактически кусочек от скалярного произведения между L и R1. Поэтому следующее равенство – P на R разделить на R в кубе – это вот как раз и будет потенциал в точке А. Тогда мы можем сформулировать с вами некоторые окончательные результаты. Я напоминаю еще некоторые соотношения для точечного диполя. Во-первых, потенциал точечного диполя, создаваемый в некоторой точке А, это есть P на R и разделить на R в кубе. P – это дипольный момент, R – это расстояние от диполя до точки наблюдения. Соответственно, напоминаю, что E – это есть минус градиент φ, и, соответственно, если мы возьмем такой градиент, то мы получим, собственно говоря, выражение для поля точечного диполя. То есть у нас будет E равняться 3P на R, опять же, на R разделить на R в пятой, минус P разделить на R в кубе. То есть получим поле точечного диполя.